Здравствуйте! Сегодня пятница, 5 августа. В эфире Новоуральская обещательная компания информационная программа «Объектив» в студии Валерия Конева. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главных темах. Более 250 участников со всей страны. В Новоуральске завершился открытый форум местных сообществ городов присутствия топливной компании «ТВЭЛ» радиус доверия. Форум местных сообществ. Сегодня гости мероприятия посетили мастер-классы на городских площадках. Атом охране 20 лет. Праздник для всех жителей прошел в сквере у первой площадки в честь юбилея ведомственной структуры. Евгений Ковышев представил Максиму Решетникову плану по расширению особой экономической зоны в регионе. Заявку на увеличение площади ОС «Титановая долина» планируется подать в Минэкономразвитие России до конца 2022 года. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и губернатора Свердловской области Евгения Куевышева 4 августа. Расширение площади ОС «Титановая долина» планируется за счет новых площадок в Алапаевске и Сесердском городском округе для реализации новых инвестиционных проектов по строительству электрометаллургического комплекса и реализации инвестиционных проектов, включающих строительство современных цехов для производства товаров народного потребления. Расширение особой экономической зоны позволит создать в совокупности более 3,5 тысяч рабочих мест. А теперь к местным новостям. Сегодня в Новоуральске подвели итоги открытого форума местных сообществ топливной компании ТВЛ «Радиус доверия». Напомним, в рамках этого события с 1 по 3 августа состоялся народный аудит, а 4 и 5 августа сам форум. Более 250 человек из разных уголков страны приняли в нем участие. Накануне на площадках театра музыки, драмы и комедии и детской библиотеки проходили пленарные заседания, дискуссии, презентация проектов самоорганизации, где участники делились опытом объединения в сообщества разной направленности. А вечером состоялся концерт приглашенных гостей, терем-квартет, музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стиле классический кроссовер. А сегодня форум завершился. О том, как это было, в репортажах моих коллег. Яркий, динамичный, креативный форум «Радиус доверия» объединил людей со всей страны. В Глазово, Электростали, Зеленогорска, Северска, Ангарска и других городов. Сегодня в Кванториуме станции юных техников на подведение итогов форума наградили тех, чьи проекты были признаны лучшими. К примеру, в хобби-сообществах отмечен проект «Возьмемся за руки друзьям», в котором был представлен клуб, где поют песни все желающие. Это некое объединение по интересам, которое обросло своей историей, где знакомятся люди, а впоследствии даже создают семьи. Эта идея принадлежит жителям Электростали. Проект получил приз зрительских симпатий. Отмечена и Светлана Хохалкина из Новоуральска. Она представила клуб, в котором женщины вяжут по специальной технологии и передают детские вещи в перинатальный центр, чтобы малыши чувствовали тепло человеческой руки. Среди награжденных и команда из Ангарска. Она представила сразу несколько проектов и получила высокую оценку экспертов. Два наших проекта стрельнули. Надеемся, что на следующем будет все три стрельнули. И, конечно, много новых связей, знакомств, очень полезных для нашего города. Очень динамично, очень интересно, очень гостеприимно. Настолько все было четко организовано, вся логистика. Содержание – это вообще отдельная тема, потому что такие форумы, они дают интенсивнейший толчок к дальнейшему развитию. Я представлял сообщество Новоуральска. Наше сообщество технических видов спорта в любом деле, я считаю, что должен быть человек с душой относиться к своему делу, к своему сообществу. И тогда вокруг него уже будет подтягиваться определенный круг заинтересованных в этом же людей. Всего более 250 участников работали в эти дни на разных форумных площадках. География участников объединила людей из 27 городов. Новоуральс радушно принимал своих гостей. Форум состоялся. Я сегодня хочу выразить огромную благодарность компании ТВЭЛ за организацию этого форума, за инициативу, за вот такой импульс, который придали и городам присутствия, и другим городам, которые были. За то, что вы отдали частичку своего сердца, большому и доброму сердцу Новоуральска. Спасибо вам за это. Особо отметили проект и по созданию туристического кластера. Его курируют и представил на форуме глава администрации Неманского муниципального округа Калининградской области Андрей Нейман. Форум – это, во-первых, такая тусовка, движуха. Это все здорово, замечательно. Ну, вот практически, да, там, я услышал то, что, в принципе, то, что делает конкретно администрация моя, да. Мы, в принципе, все в правильном направлении двигаемся. Сгенерировать идеи, сообща придумать проекты, которые объединят людей в сообщество, воплотить их в жизнь и поделиться опытом. Цели форума достигнуты, считают организаторы. Люди, которые прибыли из городов и новоуральцы, продемонстрировали вот абсолютную жажду такой социальной кооперации, самоорганизации людей в городах. И это очень приятно, потому что мы в этом смысле считаем цели форума достигнутыми, поскольку задача таких площадок – это вот импульс послать, чтобы совершился обмен информацией, обмен энергиями, если хотите. Это состоялось. Мы отметили в ходе марафона проектов лучшие проекты, и география вот этих дипломантов, она также обширная. Следующий форум местных сообществ «Радиус доверия» примет уже Зеленогорск. Его жители, по примеру, Новоуральска, пообещали организовать все на лучшем уровне. В завершении встречи общий снимок всех участников форума «На память». Кроме того, делегаты с удовольствием делали снимки и фотозоне ретроавтомобилей на площадке перед станцией юных техников. А после участников форума «Радиус доверия» ожидали мастер-классы на разных площадках Новоуральска и Верхневенска. Анна Акрамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Увлечение может быть не только любимым делом, но и успешным стартапом. Симбиоз творчества и бизнеса участники форума обсуждают в музейно-выставочном центре. Самовыражение – мощный источник положительных эмоций и отличный способ разрядки. Превратить свое хобби в рентабельный бизнес реально. Яркие примеры тому – увлеченные новоуралочки, которые смогли реализовать свой творческий потенциал через призму предпринимательского подхода. Своими историями успеха с участниками форума поделились основательницы городских творческих сообществ. Руководитель студии искусства «Акварель» Татьяна Колесникова познакомила гостей с художественными работами участников сообщества. В выставке учителя и ученики представлены работы педагогов и воспитанников студии. В них отражается не только эстетика живописи как вида искусства, но и преемственность поколений в сфере художественного творчества. Мы сегодня все вместе, вот как на этом форуме объединены все, и вот так же мы у друг друга учимся, и мы сегодня все вместе в одной выставке представлены. Инструктор танцевального сообщества «Зумба» Наталья Мадокалова живет в зажигательном ритме этого спортивно-танцевального направления и заражает своей любовью к занятиям новых участников. У людей возникает масса вопросов. Как это? Что это? Что это танец? Это аэробика? Что это? Постоянно приходится людям объяснять. Но одно объяснение – приходите, попробуйте, и вы останетесь с нами навсегда. Студии танца «Ультра-Юмакс» в этом году исполняется 10 лет. Секретами и успехом многолетнего марафона «Движение вперед» с участниками форума поделилась руководитель студии Анастасия Хохрина. Когда ты занимаешься любимым делом, ты вкладываешь туда душу, и на это идут люди, к этому просто слетаются все бабочки, и все звезды складываются в нужном русле. Созидание – двигатель развития. Именно в творческом порыве рождаются новые идеи, проекты и совершаются открытия. И это рождает особую ценность объединения людей для развития собственного потенциала и расширения возможностей. Елена Кравец, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Еще одной площадкой проведения мастер-классов в рамках форума для гостей города стала детская художественная школа. Сегодня у участников форума «Радиус доверия» появилась уникальная возможность посетить иконописную мастерскую, а также увидеть экспозицию известного проекта «Новоуральское передвижничество», который объединяет творческих людей города. С экскурсии по детской художественной школе, как по-настоящему музей изобразительных искусств нашего города, началось погружение гостей в мир творчества. Очень здорово, что тот проект, который в прошлом году мы представляли в Глазове, сегодня мы вновь представляем участникам форума уже в месте его проведения. Это проект «Новоуральское передвижничество», один из многих проектов детской художественной школы, ставший по-настоящему одним из брендов «Новоуральска». Мы очень рады представить гостям форума и участникам форума опыт работы художки по организации культурного сообщества художников в нашем городе. Проект «Новоуральское передвижничество» берет свое начало в далеком 2010 году. И с тех пор композиция проекта радует яркими красками. Помимо традиционных передвижников, каждый год к движению присоединяются новые люди. В этом году новым участником творческого комьюнити стала Елена Мушкотела. Представляю я здесь свои работы. Это светильники из изолона, гипоаллергенный материал. Я вообще в восторге, потому что в этом году я познакомилась с многими мастерами. Я даже не думала, что в нашем городе есть столько мастеров. Вот. Работы колоссальные. Это захватывает. Удивительный уголок находится в стенах художественной школы. Это иконописная мастерская «Ковчег». Очень здорово, что сегодня наши гости форума и участники форума познакомятся с творчеством Владимира Витальевича Дубровина, почетного гражданина Новоуральского городского округа, преподавателя нашей детской художественной школы. Владимир Витальевич именно в эти дни встречает свой юбилейный день рождения. И здорово, что сегодня наши гости могут узнать много интересного из уст мастера, удивиться и так же, как мы, восхититься тем, в какой атмосфере работает и учится художка. Владимир Дубровин провел некий экскурс в православный мир и поделился интересными фактами своей работы. Все в целом произвело на гостей города неизгладимое впечатление. «Все восхитительно организовано, особую благодарность выражаю всем жителям, которые активны». «Мы столько много подчеркнули, вот те сувениры, которые нам дали, преподнесли на форуме полные проектов, новых идей, мы загорелись. Вот эта школа, это прямо, я не знаю, кладовая искусствия». Творческая точка города не оставила гостей равнодушными. В конце экскурсии преподаватели художественной школы приготовили мастер-классы для участников. Полет их фантазии под чутким руководством профессионалов воплотился на маленьких холстах. Елена Мельникова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. В Центре инклюзивной культуры презентовали открытые площадки возможностей. Открытые сердца создают открытые возможности. В этом участники форума убедились, посетив Центр инклюзивной культуры в поселке Верхневенский. Здесь гостям рассказали о масштабном проекте «Социаполис», целью которого является формирование современной модели жизнеустройства людей с разными интересами, возможностями и потребностями. Векторы его работы могут быть реализованы в различных сферах – в спорте, культуре, духовном развитии, интеллектуальном, ремесленном или историко-краеведческом направлении. Ведь каждый день рядом с нами находится множество самых разных людей, и для их коммуникации сегодня нужны новые форматы взаимодействия. Сами люди, которые здесь работают, они работают на перспективу всегда. Они всегда заглядывают в завтрашний день, заявляют какие-то новые идеи. И вот современное пространство, в котором присутствуем, тому подтверждение. Центр инклюзивной культуры стал открытой площадкой для новых веяний. Здесь проходят концерты и спектакли, выставки художников и ремесленников. Центр используется как репетиционная площадка и пространство для проведения обучающих и деловых мероприятий. А в выходные здесь организуют бесплатные киносеансы, и это только часть направлений его работы. Мы то место, где как раз любой человек может найти себя, реализовать себя. Не хочет реализовывать себя в творчестве, он может реализовать себя как волонтер. Общественная деятельность и волонтерство как форма объединения представляют из себя целую систему, где люди делятся своими ресурсами, силами, знаниями и навыками во благо других. Мы абсолютно разделяем те же самые ценности, о которых говорилось на пленуме, о котором говорилось на форуме. Вот эта возможность жить вместе, эта возможность творчества и включения в сообщество, создания местного сообщества, это как раз то, чем мы занимаемся в институционном полисе. И было безумно приятно и хорошо встретить единомышленников. Создавать и узнавать новое, быть в центре событий, отвечать вызовам времени и развиваться. Эти возможности уже сегодня созданы и открыты для новоуральцев в центре инклюзивной культуры. Надеемся, что этот опыт позитивного общения будет тиражирован в городах-участниках форума «Радиус доверия». Елена Кравец, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. На протяжении 20 лет «Атомоохрана» стоит на страже города и Уральского электрохимического комбината. В честь юбилея структуры в предзаводском сквере у первой проходной для новоуральцев прошел праздник. Для всех присутствующих четверногие артисты показали спектакль «Айболит». Развитие темы в материале Елены Мельниковой. Защита охраняемых объектов, обеспечение пропускного режима, пресечение административных пронаворушений, задачи, с которыми справляются сотрудники «Атомоохраны» на протяжении многих лет. В любую погоду и при любых обстоятельствах они находятся на постах. За годы службы сотрудники предотвратили немалое количество ситуаций, когда люди пытались незаконно проникнуть на территорию города. Представители этой профессии всегда сосредоточены и сконцентрированы. Для обеспечения комфортных условий тем, кто охраняет мирную жизнь Новоуральской еденно и ночно, совершенствуется оборудование, появляются новые средства безопасности. Помимо человека на страже порядка стоят и четвероногие сотрудники. Они обладают важными качествами и помогают своим коллегам выявлять скрытые от людского глаза правонарушения. А иногда сила, скорость и выносливость собаки играют ключевую роль в поимке нарушителя. Сейчас вот в отряде, наша Т-501, которую я возглавляю, это единственное подразделение всей страны, которое имеет на своем балансе специальные средства, такие как служебные собаки. У нас их 29 уголок, соответственно, 29 поштов, которые мы закрываем на переимке, охраняем на зоне. И на территории ЗАТО, и на объектах собаки, у нас выполняют обязанности именно по охране переимоковой зоны. В 2019 году ввели в эксплуатацию новых петонных для содержания служебных собак условий, скажем так, более чем гостойных для наших петонцев. Мы буквально недавно, 8 июля, подвели итоги оперативно-служивной деятельности подразделений в целом нашего межрегионального управления охраны номер 5, в которые входят в такие города, как Новоуральский, Екатеринбург, Лешной и город Северный. Показатели, принципы у нас в отряде неплохие. Чтобы научиться чему-то новому, освоить какие-либо навыки, человеку достаточно открыть интернет. А если говорить о братьях наших меньших, то им в освоении профессии нужны помощники. Воспитать того, кто не понимает наш язык, довольно сложная задача, однако это под силу настоящему профи своего дела. Вот уже 25 лет Элеонора Курзанова воспитывает как доблестных пушистых сотрудников, так и домашних друзей нашего города. Я работаю в Атомахране уже 25 лет. Возглавляю сейчас группу служебного собаководства, где у меня на данный момент около 30 служебных собак. Обязанности наших собачек – это защищать и охранять наш город. Конечно, это собаки не шоу, это собаки, которые работяги. Но некоторые из них также принимают участие в определенных мероприятиях для развлечения людей. Это собаки все домашние, они все любимцы. В них вкладывается и душа, и сердце, и с ними занимаются, и водят в ветврачам. Наши собаки рабочие также не обделены этим. Их также любят, их также лелеют. При этом собаки наши, конечно, обучаются и спецкурсу. Это задержание нарушителей, выборка предметов, охрана предметов, обыск и территории и собаки, которые у нас работают последовательно. 20 лет сотрудники подразделений атомоохраны обеспечивают безопасность и мирный сон горожан. Помогают им на этом поприще четвероногие коллеги. В честь юбилея структуры в предзаводском сквере прошел праздник. Для гостей мероприятия четвероногие разыграли целое представление. Лисички-сестрички, зайчишка и гиппопотам – герои детской сказки Айболит в исполнении собак разных пород. Со своими хозяевами они показали мастерство дрессировки. Пушистые артисты на празднике – это домашние питомцы. Ризеншнаут. Вот эту, да, какую роль он у вас играл? Она у меня певица была сегодня. Ну, она, как бы, горло у нее болело, и нас полечили, и мы запели. Вот, слышите, поет. У меня коллеги. Они играли роль лисичек-сестричек с Бармалеем, с Айболитом. Просто сестрички, которых вылечил добрый доктор. Ну, не как все, хули очень контактные, ориентированные у человека, добрые, игривые, веселые. С детьми очень хорошая лада. Также на празднике прошло подведение итогов детского конкурса рисунков. Юные новоуральцы познакомили всех со своими любимцами из абразивов на бумаге. Обеспечивать безопасность крупных, стратегически важных промышленных объектов, охранять периметр Новоуральска, не допускать нарушений установленного режима. Это все задачи, которые под силу только настоящим специалистам своего дела и их помощникам, стоящим на остраже новоуральских границ. В дни юбилея организации, объединяющих настоящих профессионалов, пожелаем сотрудникам атомоохраны спокойных дежурств и успеха в их нелегком труде. Елена Мельникова, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания. В понедельник в 19.30 подведем итоги недели выпуски программы «Объектив. Итоги». Это все новости на сегодня. Получите заряд хороших эмоций в эти выходные и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин